Воскресный эфир на нашем канале продолжает новости с Урдоперевода. Меня зовут Лаура Жакупова, мою коллегу Викторию Антонишину. День добрый. В Восточном Казахстане ведется масштабная реконструкция Шарского водохранилища. До начала морозов подрядчики намерены укрепить плотину. Завершить же все ремонтные работы планируются за год. Сейчас на объекте работают свыше 20 единиц техники и 85 специалистов. Всего на реконструкцию водохранилища из республиканского бюджета выделены миллиард и 600 миллионов тенге. С введением в строй обновленной плотины площадь орошаемых земель увеличится до 6 тысяч гектаров. До конца года планируем отреставрировать плотину и канал. Ее протяженность 11 километров. Осталось всего 2 километра. Уверен, что в течение 10-15 дней мы завершим работы на этом участке. Североказахстанское предприятие с начала года экспортировало в Россию порядка 980 тонн молока. Все достижения директор производства связывает прежде всего с работой сплоченного коллектива, в котором сегодня трудится 750 человек. Субсидии, полученные от государства, идут на модернизацию хозяйства, а полученная прибыль на развитие социальной сферы села. Подробнее об истории успеха знаменитой казахстанской династии расскажет моя коллега Ирина Панфилова. Новонекольское уже давно признано одним из самых образцовых сел Казахстана. Все, за что не возьмутся местные жители, обязательно получается и приносит свою прибыль. С 2013 года здесь перешли на зеленую экономику, установили 4 ветрогенератора общей мощностью 3,5 мегаватта. Теперь обеспечивают себя электроэнергией. Иван Боев прожил на Новонекольском практически всю свою жизнь. Сегодня село не отличишь от города, говорит пенсионер. Куда можно отсюда переехать? Сюда едут, они переезжают. Строятся дома, вот сейчас делается новое уличное освещение. Центральное отопление, водопровод в квартире, канализация есть. Современный спортивный комплекс, хоккейный корт, новый детский сад и школа. Все это на селе появилось благодаря руководству местного командитного товарищества. В этом году для рабочих фермы построили сразу 26 домов. Здесь не скупясь, тратят прибыль на то, чтобы сделать жизни односельчан комфортнее. Президент, когда ставит задачи, это все подтверждается еще добавок и дополнительными субсидиями. Сегодня мы на готовую продукцию получаем субсидии. Мы по селекции получаем, на грубые корма получаем. Фактически перевооружились сегодня, что и по комбайнам, что по тракторам, по животноводческой технике. В то, что 40 лет назад маленькая сельхоз-империя, созданная отцом Зенченко, героем труда Казахстана Геннадием Ивановичем, была в числе самых отстающих совхозов северного региона, сегодня верится с трудом. Чемнете на память из рук президента. Этот подарок в собственные часы президента для отца Геннадия Зенченко, как подтверждение того, что житель Новонихольского на верном пути. Для нас это вот реликвия, которая была заслужена моим отцом и сделана подарком нашим президентам. Сами не носите? Нет, не ношу. Знаете, в моем понимании так, всегда нужно самому заработать, потом это одевать. Сейчас одно из крупных агроформирований Северного Казахстана – это мощный сельскохозяйственный кластер. 8 тысяч буренок, современные животноводческие фермы, инновационное молочное производство. Только за одни сутки на предприятии получают 60 тонн молока. Продукции обеспечивают Петропавловск, Астану и Курган. Ирина Панфилова, Руслан Алиев, Тулигин Иманов и Дмитрий Рура. Северно-Казахстан, Хабар, 24. Ну а вот на востоке нашей страны по программе «Туган-Джер» реализуются 925 проектов. На социальные нужды населения бизнесмены региона выделяют более 5 миллиардов тенге. На эти средства будут отремонтированы дороги, построены сельские амбулатории, образовательные центры. В Кокпектинском районе большое внимание уделяют также патриотическому воспитанию подрастающего поколения. В Тасайском сельском округе специально для детей молодежи организовали встречу с известным борцом Айбеком Нугымаровым. В селе Тасай сегодня праздник. Люди встречают абсолютного чемпиона мира по казахшакурец, известного как Казахстан-борца Айбека Нугымарова. В честь событий здесь устроили районные состязания. Молодой борец Айдос Тлеуханов приехал из поселка Кокжаях гордиться, что встретился со своим кумиром. Конечно, борьба – это непростой спорт. Нужны не только силы, но и ловкость. А главное – терпение. Но я хочу обязательно достичь вершин. И как Айбек Нугымаров прославить наш Казахстан. Айбек же не просто пообщался с ребятами, а показал им настоящий мастер-класс и поделился секретами успеха. Он уверен, среди этих юных спортсменов есть и будущие чемпионы. Я надеюсь, эта встреча подарит ребятам уверенность в себе и желание бороться на мировой арене. Мы тоже росли на примерах старших и знаем, что всё зависит от нас самих. А сама встреча стала возможна благодаря поддержке местного бизнесмена Марата Халикова. Он постоянно спонсор соревнований, всегда помогает району, построил мечеть для родного села. Я сам родился в этом ауле. Живу здесь и хочу, чтобы наше село процветало. Поэтому считаю важным помогать родной земле и людям, населяющим её. Всего в Тасае сегодня действует 22 крестьянских хозяйства. По программе «Туранжер» каждая из них вносит свой вклад в развитие округа. «Благодаря поддержке наших предпринимателей построили футбольное поле для детей на 4 миллиона тенге. Сделали ограду для Парка Победы. В этот раз по программе «Туранжер» выпускники школы собрали 1 миллион тенге и на эти средства сделали детскую площадку». Так жизнь в отдалённом посёлке с каждым годом становится всё комфортнее. Люди здесь знают, что будущее их аула в их руках. Анна Лисенберзин, Аслан Тулепов, Восточно-Казахстанская область, Хабар-24. 17 человек погибли в результате атаки террористов в штате Борна. На северо-востоке Нигерии около полусотни получили ранения. Это случилось на рынке в городе Биу. Взрывы прогремели в момент, когда сотрудники гуманитарной организации раздавали продукты людям, пострадавшим от действий боевиков Бока-Харам. Власти подозревают, что за терактом стоят члены этой группировки. Боевики выступают против западной модели образования, добиваясь официального введения шариата на всей территории Нигерии. Свыше сотни человек погибли в ходе ожесточённых столкновений в столице Йемена, Сани. Между повстанцами, хуситами и их бывшими союзниками, сторонниками экс-президента страны Али Абдалыс-Алеха, они продолжаются со среды. Конфликт бывших союзников вспыхнул вокруг крупнейшей городской мечети, которая носит имя экс-президента. Накануне партия Ас-Алеха, всеобщий народный конгресс официально призвала йеменский народ восстать против хуситов на всей территории страны. А сам Салих выступил за перемирие с международно признанным правительством Йемена. Саудовская Аравия и её союзники поддержали эту инициативу. На фоне экономического кризиса в Бразилии, в частности в Рио-де-Жанейро, стремительно растёт число бездомных. По официальным данным, в прошлом году в одном из самых крупных городов страны без определённого места жительства оказались свыше 14 тысяч человек. Тогда как в 2013-м таких людей насчитывалось всего 5,5 тысяч. Местные гуманитарные организации бьют тревогу. Они призывают правительство предпринять меры, чтобы реинтегрировать бездомных обратно в общество. Безработица растёт, вместе с тем выросло и число бездомных людей. Проблема становится очень серьёзной. Большинство бездомных – молодые люди. Они могли бы учиться или работать. Многие из них оказались на улице из-за наркотиков. Нужно решать проблему, и подход должен быть комплексным. Израиль начинает высылать нелегальных африканских мигрантов. Для этого Тель-Авиву пришлось договориться с одной из африканских стран и платить ей деньги за каждого принятого нелегала. Рассказывает наш ближневосточный корреспондент Сергей Ауслендер. На решение этой проблемы у израильского правительства ушло 10 лет и сотни миллионов долларов. Сначала, чтобы прекратить доступ африканских нелегалов в Израиль, которые прибывали из Судана и Эритреи, на границе с Египтом построили забор. Но вот что делать с теми, кто уже находился в стране, а таких насчитали около 50 тысяч, никак не могли придумать. Нелегалы тем временем заселили несколько районов Тель-Авива. Там образовался своеобразный анклав. Высокий уровень преступности, грабежи, нападения средь бела дня. В конце концов, власти поняли, что нужно что-то решать и решать срочно. Что касается нелегалов, то мы тут действуем по разным направлениям. На границе закрыли им доступ. Одновременно пытаемся принять законы, которые снажнили бы тем, кто уже здесь в поиск работы. И, конечно, ведем переговоры по их высылке в другую страну. Депортировать беженцев на родину нельзя, нет общих границ. Но о переговорах с некой африканской страной было известно давно, что это за государство держалось в строжайшем секрете. И, наконец, стало известно, Руанда согласилась принимать у себя беженцев из Судана и Эритреи. Но Верховный суд специально отметил своим решением, что это можно делать только в добровольном порядке. Все это должно быть в рамках закона и в рамках претендентов, которые уже есть. И да, он имеет право вернуть того человека даже без его желания, но обратно в его страну. Но для того, чтобы он покинул Израиль в третью страну, для этого нужно его разрешение. Согласие. Согласие, да. Это самое согласие решили просто покупать. Каждый нелегал, который согласится отправиться в Руанду и подпишет согласие больше никогда не возвращаться в Израиль, получит на руки 3,5 тысячи долларов. Те, кто согласился, уже немало. Сразу получить такую сумму для многих выгоднее, чем работать за гроши и находиться под постоянной угрозой ареста. Правда, власти Руанды заявили, что примут лишь часть нелегалов. 10 тысяч человек. Со стороны Руанды этот проект вовсе не благотворительность. 5 тысяч долларов заплатит Израиль за каждого принятого ею нелегала. Это принесет бедной стране колоссальный доход для бюджета. 50 миллионов долларов. Но в Израиле это, правда, вызвало волну возмущения. Мол, такие деньги могли бы потратить и на другие цели. Сергей Услендер, Хабар-24. Лучших школьников участвовали в Костанайской области. Участниками церемонии «Триумф», в которой в регионе проводится третий год подряд, стали полторы сотни учеников. И все они неоднократные победители международных и республиканских олимпиад, конкурсов и соревнований. Статуэтки за свои достижения в творчестве, спорте, научных разработках получили 20 ребят. Все они воспитанники инновационных школ, робототехнику, изобретения из области зеленых технологий и даже бизнес-планы они представили на выставке. В сфере агро- и экотуризма составила бизнес-планы и разработала концепцию. В этом мне помогли родители и школа. Очень им благодарна. Желаю всем верить в себя и достигать таких же побед. В Ак-Тубе на Центральном проспекте открыли стеллу. Она символизирует единство народа. На основании нового сооружения можно увидеть карту Казахстана. Высота стеллы 30 метров. Верхушку украшает символ свободы Орел. Почетными гостями открытия городской достопримечательности стали представители этнокультурных объединений региона, для которых Казахстан стал вторым домом. Бабушка моя и дедушка, будучи детьми, были переселены в Казахстан. Был голод, холод был. Но казахский народ, я хочу отметить то, что это добрые, очень доброжелательные люди. Они делились последним куском хлеба, они делились теплом, уютом, будучи детьми. И взрослые, и старики были обогреты и накормлены. Продолжаем. Поздравления с днем первого президента шлют из соседних государств. Заслуженный журналист Украины Василий Василашко поэтично вспоминает гостеприимство казахского народа и желает нашей стране только процветания. Казахстан – богатая страна своими людьми. Казахстан – богатая страна своими достижениями. Чего только стоит построить новую столицу в степи. Это руками казахов, это душой и умом президента. И дальше прекрасное развитие страны – Казахстан. Я поздравляю прекрасный Казахстан, чудесную страну, страну гор, степей и солнца с великим праздником. А пожелание успехов в развитии новых достижений и всего самого-самого прекрасного Казахстану. И с каждым днем дружба наша будет усиливаться. Микроанджело. Именно так называет себя турецкий художник Хасан Кале. Основная тема его работы – виды Стамбула. Но вот разглядеть невооруженным взглядом детали его картин весьма непросто. Ведь в качестве холстов мастер использует тыквенные зерна, абрикосовые косточки, крышки от напитков и даже губные помады. Во время рабочего процесса для того, чтобы не дергалось в руках, художнику приходится надолго задерживать дыхание. По словам Хасана Кале, очень часто от напряжения у него сводят пальцы и нередко мучают боли в спине. За 22 года творческой деятельности он нарисовал уже 350 миниатюрных картин. Моя мечта – познакомить весь мир со своим искусством. В будущем я хочу открыть музей миниатюрных картин. Сложность заключается в том, что не все картины могут храниться долго. А наши новости могут долго храниться. Для этого вы можете зайти на сайт www.3w24.kz На этом у нас все. Хорошего дня! Субтитры подогнал «Симон»!